у меня короче получается тут колесо на 175 постоянно вот тут ломает вот я варю постоянно уже устал потом все получать вот вот так поставить сколько уже наварил смотри видишь он сейчас опять не надо будет заварить поехать картошку друзья всем привет с вами санек вот такой приехал пациент передний ведущий мост проблема проблема вот такая сколько тут сварки уже наложено я тут варил сначала сколько раз примерно приблизительно раза три наверно вот тут с этой стороны с этой стороны с этой стороны с этой раз один раз один раз но держится здесь хорошо держится здесь хорошо держится в самом начале сделал долго ходил зиму пахал все было потом что случилось я не понял почему проворачивать короче ломает до ломает это по ходу человек снимает а может даже не снимает снимает я вот так вот ровненько ставлю даже не снимаю где как попала где трещина 1 1 подхватил 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 потом где подхватил болгарка его так вырезал чтобы изнутри середины подхватывать чтоб не потянуло там 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 короче такая фигня до крышек нет подшипники стоят никуда не деваются никуда не девается стоит тут упор здесь упор здесь тоже как же стоит как как надо мы сейчас сделаем как надо в общем будем переделывать когда кашу снимаю этот карданчик у меня идет отсюда на не русские накручивает травы там очень много снял вчера картошку покосил надо короче мне ну конечно не сейчас вот тут тоже на 175 на 70 так вот тут вот так сделал здесь у нас тут тоже на 175 этот на 70 ну лысая протектор лысая как по-другому уже вот они сделаны две полоси 3 в запас я уже показывал как как она делается до без варивания вот сюда втулки то есть через вот такой подшипник такой сальник и такая втулочка пыльники еще принесут машины машине лежат вот и дополнительно пыльники и все редуктор граната 3 точки не будет вот как-то так кто не видел смотрите прошлое видео здесь и тут на 165 вот 165 там 175 друзья подраскидаем его чуть-чуть поснимаем рычаги чтоб не мешали вот и соответственно и редуктор снимать не буду достаю достаем ставим новое все и собираем заново масло не будем мысли вам не нужно боком ставить да будем боком ставить тут крестовина у человека варина от чего это креста и знаю может камаз и лечу даже не знаю сколько и на уже худо у меня все время входит в туфли нет 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 и на ней классно катаюсь 4 болта вот такая большая это у меня еще одна точно такой же пульс ему и прям в нее там приварено вот как-то так редуктор троечный сзади редуктор троечный колеса все одинаковые 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 ну ну проблема вот щелк и все и привет вот задней хорошо получились мне понравилось токарь сначала я там сваривал их в кучу делал там они рвали ломала их потом я столько ним уже поговорил мы подумали вот эту расточил эту засунул тоже она цельно и вот этот весь шлям будет что закручивает он и он до красна нагрел и одел как надо тут я уже обварил но тут я варил нормально а вот с той стороны так ну под раскидали там сняли кулак никаких проблем паниума творить чудеса полуоська друзья полуоська такая коротенькая но самое интересное я даже не знаю токарь когда наварил а потом проточил или втулку не говорит навари чуть-чуть я ему наварил а он наточил и неровно я тут наждачкой мучился еще думаю ты ему давай сделано да нормально пойдет сальник будет ходить сальник будет ходить и ходил только даже не видно где он ходил нет ни ну нету следа от сальника он есть внутри но зато видно когда не он то есть зато видно есть масло в мосту или нет потому что здесь все в масле как бы снаружи если все в масле значит масло мосту есть если масло уже не вытекает значит надо подлить на чего там нет не но имеют определять вот здесь вот здесь от бегал сальник это даже это втулка это не втулка просто наваренное мясо и проточено втулку он не замутил я ему заказала такой вот он не сделал я ее туда хотел набить она там еще болталась и и кое-как туда набил подварил подхватил нагрел чтобы не вылетал не нагрева дел понятно все сейчас удаляем сальник все это дело протираем и ставим ставим вот это и вот это и одна сторона будет готова можно собирать обварил ну течет но я короче боюсь дальше обваривать не дай бог нагреется там еще чуть-чуть будет но это не незначительно не страшно так вроде ничего потом хочу колокол одеть сцепление другое сделать но для этого надо или двигатель менять помощнее или двигатель раньше он у меня вот так стоял слишком быстро было вот этот редуктор тоже сделал здесь сателлиты стоят жигулевский замутил все четко так сальничек достали я не знаю выкину готова и поставили вот такой 35 62 10 62 наружу 35 внутрь толщина 10 миллиметров все фасочку фасочку я уже рассказывал все вот на сторона сальника сейчас вот уже за смазать и садим втулка запрессована в подшипник здесь крышек нету крышки сделаем шубу из чего сделать да есть конечно вот из этих вот из этих сделаем шайпет пачка вот еще пачка проставочных шайп тут я не знаю тут они везде про то чем как надо чуть большие или даже можно не протачивать просто вырежем чтоб она под рычаг сюда залезла по отверстиям они одинаково и подшипник до перекроет прижмет и он торчать не будет подшипник здесь этот режим 72 на 35 по моему если не ошибаюсь толщина здесь 17 он станет в запад лицо крышка прям четко будет уже а вот и на этом подшипники вот чем торчал чуть-чуть он 19 у него здесь вот на 2 миллиметра меньше подкладывать ничего не надо все смазываем вставляем работает мне нравится нету никаких изъян но под поставили поставили подшипник чик втулочка все теперь ход есть кстати мы сейчас проверим когда уже все соберем повращаем кулак посмотрим отклонение есть или нет если будет отклонение значит причина того что ломала полуось это не соосность этой точки этой точке ну соответственно где была уварена так называемая втулка в общем посмотрим отклонение и теперь оно все будет компенсироваться вот как-то так вот санек смотри на вот таких вот грунтозацепок сам себе сделал это я на них пашу но это конечно не резиновые надо резиновую мне менять уже это не мучиться они и сильно начинают буксовать сильно взрывается я калю колеса спускаю до того вот эти зажимаю что их мочи а потом накачиваю то что есть мочи и получается вот эти вот 22 у меня один вынес 2 так ну и задумут проточили проставочную вот так вот в размер здесь вот напротив отверстия просто выбрал вот так вот и все это чтобы прошла сварка вот это вот дальше болты восьмерка прикручиваем и фиксирую подшипник все здесь как получается вот смотри видишь здесь все хорошо нигде не течет все сделал четко карданчик со временем хочу уменьшить думаю вот этот фланец вот с этим соединить коробку туда оттащить чтобы соединить здесь можно было бы мост изменить есть его так вот сюда подвинуть тогда можно было бы сдвинуть и вот тут ну это я говорю о том чтобы трактор уменьшить у меня длинный так друзья на одну сторону поменяли сейчас ее краном подниму в развернул эту сторону масло не сливали вот как есть такие сверху работы так поставили сюда ну я поставил пыльник как я уже показывал на двух хомутах на втулке закреплено сейчас пошевелю понятное дело все работает но наверно когда мозг делал человек сама делал сам делал где-то промахом есть несоосность несоосность вот вот этой вот линии ну понятно дело чем я говорю и при вывороте тут я не знаю тут блин как показать как гуляет ну даже по резине по по резинке вот как раз таки втулка там расточена там по максимуму что можно было полуось в ней вот так вот ходит поэтому ее и ломала при вывороте каждый раз и и крутила выгинала а вот здесь была опора сейчас эту опору убрал полуось только граната и мост все конечно тут очень сильно все промаха на теперь проблема решилась сама собой заменой этого вот этого узла так называемого все сейчас ту другую сторону делаем и включаемся здесь вот такой вот сделал на варил на этот на сцепление здесь вот так вот сделано в этом видео показа тут сателлиты сделал я здесь вот так ходит ну нормально здесь вот тоже стокарем вот такую штуку замутил вот она держит цепь натягивать здесь вот так вот сделал нажимаю она останавливается бросаю еду пока так здесь кашу я вот на вот это да на вот этом хотя ну тут система мотоблока ну четко получилось на двух болтах всего лишь на двух болтах держится молодцы на видео так ну перевернули перевернули значит вот здесь вот второй узел который он варил не снимая не разбирая на ходу прям прям наугад наугад все вот это вот это ход рычага так это в самом его длинном месте из-за того что есть не соусность как как уже поняли здоровая то вопросов нет ты давишь рулем у так вот вот так ты его давишь а он не выдавливается никуда он не поворачивает вот поворот колеса разбираем здесь у меня жигулевский этот стоит в колонка рулевая жигулевская не помню семерочная или какая-то здесь вот так вот я сделал вот так получилось прям сверху ничего не мешает когда он идет туда-сюда раньше у меня он стоял напереди а это я сделал специально вот так получается наварил еще рычажочек чтобы я мог и сечу передние тормоза сделать там все и четко под передние тормоза стоят позже сделан вот эта сторона чуть-чуть получше также кольцо не знаю для чего он здесь для чего-то вот так болтался тут чуть получше раковин практически нет это это после токарного станка после токарного это вот после токарного ну сальник тоже здесь не работал я так думаю подшипник держал масло да только по из-за того что подшипник держал масло все но опять же сварка его погубила слишком близко слишком рядом как не охлаждай все равно ему хана вот сейчас мы даже померяем полуоси правильный ли размер опять же как мы померяем тут наварено тут урезалась срезалась кулак вообще не поворачиваю сейчас в кину просто в кину полуось и поставлю гранату сюда на место и посмотрю вот даже подшипник ставить не буду просто посмотрю чистенько это масло чистенько здесь мост ну сама вся эта приблуда вот она стоит на такой держится на четырех болтах тут такая плита мощная приварены тот стены ну и на вот он такой вот такой металл и к ней я прикрутил вот эти вот болты мощные она держит ходит движок вот такой вот вот так купил семь с половиной началось тут разлетелось бак разломался поставил другой бак газулька поломалась а вот это ее подкрутил так и ездил ну это тут у нас на и отвалилась хотя ему то ё-моё там так ну поставил кулак без пыльников без сальников в чисто посмотреть сейчас и кольцо здесь еще не стоит поэтому полуоська падает пока вниз туда на палец но она когда кольцо станет стопорная вот это вот которая в гранате его защелкивает и она будет горизонтальненько стоять и на выпадывать и двигаться уже не будет вот там стоит на той стороне теперь все рычаг полы получил шикарный ход вот такой вот даже при этом даже вот она уперла в редуктор вот здесь вот точнее не не в редуктор а вот сюда и при этом все крутится вращается никаких проблем нет но вот как ходит полуось из стороны да и стороны друзья в сторону просто движется из-за небольшой не соосности вот этих вот немножечко неправильно вареных рычагу ним чуть-чуть там совсем чуть-чуть вот она и ломала повторяюсь уже сто пятьдесят раз но мы снимаем отдельными короткими кадриками и уже не помню что говорили все во всех положениях за редуктор вращаю все вращается это испытание покажут заснимешь видео пришлешь вам отдельно колеса только все одинаковые поставив на русскую еще снизить все ставим сальник подшипник ставим пыльник вся та же самая петрушка только на эту сторону вчера вот эту заменил была трещина заменил новую смазал все хорошо покосил четко работает вот вот так вот получилось так притянул все это шайбой и наверное у всех назревает такой вопрос да откуда вот этот пыльник откуда же он друзья ну все очень просто пыльник с гранат из внутренней ларгуса либо логана там я не знаю по моему оттуда трипойдный который вот отрезается лишнее вот такая часть вот так вот отрезается одевается на втулку но сейчас обрежу покажу и затягивается хомутом все вот такой пыльничек получается маленький аккуратненький нужного размера что сюда что соответственно на на сам привод я думаю понятно объяснил сиденье обычное позже поставлю вот такую штуку вот приобрел это амортизирующего такая штука у меня есть то ли зил еще что то то понятно ну так вот пыльничек выглядит после укорачивания сейчас примеряю если длинноват еще подрежу и все никаких проблем ну в ездию довольны делать свое дело крылья нашел металл крылья сделал толстый там тройка подумаю чуть-чуть уменьшу итак друзья заменено все что можно заменить теперь проверяем здесь выглядит теперь узел таким образом соответственно здесь аналогично за хвостовичок вращается выворотную на всю которая можно придумать здесь также на всю за хвостовичок вращается вращается при это изломчик ну как полуоста движется но тем не менее все работы также сюда на всю сюда на всю масло никуда не текает вращается не в ту сторону так назад сдавали сейчас только что все работает да я понимаю сильный но но тем не менее вот она гуляющая гуляющий привод уже на излом не идет будет поживее здесь какие-то шаровые свободные здесь пожестче шаровые здесь какие-то из них просится под замена на минуты то так скорее всего где пыльник треснутый нужен мусор но то уже сам разберюсь вот когда так движок еще один приобрел и вот тут вот стоит тоже уже вас попаром d2 попарим вот эту расточил еще одну звездочку он тут сделал так вот подумал мощный такой у них стоит пусть его поставить или точно такой же только чуть-чуть побольше просто побольше точно также установить ровно в поймать соусность вот эту все будет нормально вот так вот так все готово основательно окончательно поставили рычаги на место как они были но там я не знаю регулировочки есть уже настроишь настроишь как надо вот соответственно оставшиеся запчасти 1 полуось так сказать в подарок запасная мало ли чё хоть я их и путем перешлицовки делаю до укорачиваю но тем не менее всяко может быть одна такая на запасе как в размер хоть сюда вот сюда они абсолютно одинаковые достал другую в кино все никаких проблем с этим нет всяко бывает вот как здесь ну здесь понятное дело вот как то так вам друзья всем пока с вами был санек говорится пациент здоров скоро увидимся обращайтесь обращайтесь